Всем привет! Смотрите, мы приехали в зиму! Мы её нашли! Мы приехали на дачу. Мы приехали на дачу. Маска стоит, потому что мы сейчас в магазин хотим зайти. Вот. Короче, счастье. Полные штаны у меня. Идём в магазин. Ляпута! Красота! Клёво, прям клёво, клёво, клёво! Ну, свистал-то, блин. Хотел вам заснять. Вот он. Ну, Господи, я не успела его. Что? Торик. Счастливый пёс. Давай-давай, беги, беги. Не отморозь тебе только ничего. Да я Тору говорю, не отморозь делом. Уйди, толпа. Вот он. Серьёзно? Дутики надо было одеть? А ты взял? У меня здесь старый. Ааа. Хотелось дома в дутиках поехать, потом передумал. Носится, носится. Счастливая зима. Смотрите, небо какое. Ну, снег и так приличный, хочу вам сказать. Счастливый пёс. Счастливый пёс. У меня там розочка замёрзла. Ну, хватит. Псих. Ты чё, снег ешь? А, ты бутылку там нашёл? Ну, бегай, бегай. Снег такой ступучий, прикольный. Всё, вперёд всех. Короче. Смотрите, какое красивое окошко. У нас до сих пор 9 мая. Ну, так вам сказать, перспективка-то у нас. На улице минус 10. В доме прям такой конкретный минус. Вот она, где вся зима. То есть, как бы, здесь всё промёрзло. Дом промёрз конкретно. То есть, мы, ну, сюда в такое время, ну, получается, не приезжали, когда минус 10. Вот. Всё замёрзшие, замки замёрзшие. Короче, но мы накосячили конкретно. Мы не слили воду. По осени, так скажем. Поэтому, видите, я в шубе даже хожу дома. То есть, мы включили два обогревателя. В доме вот так. И, блин, я не знаю, прогреем мы или нет сегодня. Дом газ практически не идёт, он замёрз. Вот. И мы не знаем, что будет с водоснабжением нашим, на самом деле. У меня первый раз такое, что мы приезжали, у меня было замёрзшее масло. Ну, есть, есть. Ну, я имею в виду, это подсолнечное. Сейчас, да, варежки пойду там где-нибудь. Турик лежит, греется, набегался, аж лапки стал поджимать. А в доме тоже ещё не тепло. Поэтому, вот видите, вот такой обогреватель его положила. Лежи, лежи. Лежи, лапки прям поджимала, ему холодно было. Лежи ему, мальчик, грейся. О, Лик сейчас увидит, скажем, что мы издеваемся над собакой. Грейся, малышек. Да, конечно, дом у нас первый раз, так честно. Мы не рассчитали силы своего дома. Но мы до этого, в том году ездили, да, но был ноль, там плюс один. А тут, короче, видите, около обогревателя лежит. А сейчас минус десять. Ну, естественно, и видно здесь всё это время, такая погода-то держится уже. То есть, и солнца нет особо. Смотрите, лежит, прям смотрит на маму. Что мамочку? Спаси меня, мне холодно. Мне холодно, да. Мне холодно, мама. Мама, мне холодно. Сейчас, может быть, будет тепло. Сейчас. Сейчас. Нет, мы уже потеплее. А так он прям лапы бегал, поджимал лапы. Так что, вот так вот, вот такой экстрим у нас и, не знаю, в общем, честно, не знаю, останемся или нет. Потому что, ну, не знаю, прогреется раньше. Но мы приезжали, когда более-менее плюс. Мы эту комнату, смотрите, прогревали. Ну, наверное, часа за четыре на большом обогревателе. Но, блин, сейчас даже полы промёрзли. Так что, вот так. Очень странно. Я не пойму, потому что, ну, как бы понятно, что внизу-то дом утеплённый, хорошо. Ну, он хорошо утеплён, всё. Но, видимо, мы когда последний раз здесь были-то? Наверное, в октябре наездом, да, один раз, и всё. Ну, понятное дело, в общем-то. Мороз-то давно, холод и мороз. Вот, и плюс снега не так уж и много было. Ну, ладно, надеюсь. Денис там ковыряется, замки размораживает, то-сё делает. Ой. Будем надеяться. Вот так мы добываем воду. У нас вода, короче, была в бутылке и замёрзла. Да. И теперь Денис её разрезал. Мы достали дышку, поставили в кастрюльку. Газ тоже, кстати, плохо. А рульён излидал. Да. Класс. Мы первобытные люди. Надо поднимать все настроения, не отчаиваются. Короче, у нас внизу сейчас уже плюс два, наверху ещё минус пять. Но быстро уже увеличиваются градусы. То есть дом начал прогреваться. Тор, куда нет, нельзя. Вот, смотрите. Я купила себе черную гирлянду, повесила. И вот у меня теперь такая красота. Ну, чего бы нет. Да? Оп. Создаём себе праздник сами. Ну, так. Вообще, я купила две гирлянды. Сейчас я вам попозже покажу. Я шарик купила. Красивый. Мне очень понравилось. Ну, я ещё смогу показать что. Смотрите, какой красивый. Я прям не смогла удержаться на заправке. Но у нас вот эта заправка-трасса, она очень классная. И ноготь я сломала, кстати. Делала носки сейчас тёплые. Из собачьей шерсти. Вот. И сломала ноготь. В общем, вот. Видите, какой? Ну, прям очень красивый. Ну, как-то всегда, каждый год, хоть и много игрушек, что-то новое покупаю. И вот такую ещё гирлянду купила. Они вот что-то, что-то по 359 рублей. Ой, это даже белый шарик. Нифига, я даже там не посмотрела. Они не переключаются, эти гирлянды. Но они, видите, какие. Сейчас я её тоже поставлю. Ой. А что это она? Безветная? Почему безветная? Это как удлинение, что ли? Короче. Какая-то фигня. Ладно, Денис разберётся, я думаю. Ну, это очень странно, да? Мне кажется. Ой, что-то уже отвалилось. Вот. Ну, в общем, ладно. Шарик. И вот гирлянда была тоже 359. Это недорого. 4-метровая вообще недорого. Фу, Тор, нельзя. Вот. Вот. Денис потрёс этот баллон газа. У меня прям газ заработал. Нормально так. Ой. В общем, у нас уже темнеет. Но ещё не темно. Время 4 часа. Вот. Торик сидит уже повеселее стал хоть. Вот ещё что забыла показать. Купила вот такие. Ни разу ещё не видела. Это я для кузьки взяла. Будет это. И вкусненько, надеюсь. Попробую такие конфетки. Смотрите. Вилка тут тоже есть. Оказывается. Это представляете. Это одну в одну можно включать. Какая длинная может быть гирлянда. Это очень круто на самом деле. Вообще. Вот я дома разгуляюсь. Вообще очень крутая тема, да. То есть можно сюда вставить. В эту вот штучку. Вставить ещё одну вилку. И она будет прям. То есть это у меня две. Я могу сделать 8-метровую. Вот это очень удобно. Торик лежит, греется. Мы уже, у нас уже плюс 5 в доме. О, даже уже плюс 6. Ну, налаживается жизнь. Уже веселее. Телевизор включился. Но наверху ноль показывает. Даже уже полградуса тепла. Тор просто греется. Спасаемся от холода как можем. Я, правда, вот эту свечку, видите, её пришлось потушить. Начала течь. Сейчас я её, это, воск застынет, уберу. Я вообще очень люблю тёплый воск. А, он прям такой горячий. Вы любите вот воск? Я люблю, я люблю мять, воск. Короче, у меня водки тут. Такой аромат стоит. Смотрите, вот такая чёрная свечка. Но на фиолетовая больше. Видите, серединка горит, а по бокам не горит. А я люблю свечки поковырять. Немножко я жал, чтобы тот воск тоже плавился. Вишнёвая у меня свечка. Вот эта ванильная. Почему без познавательных знаков не знаю. И это я ещё в том году покупала на Хэллоуин. По-моему, в Экспрессе были эти свечи. Я сюда её привезла. Причём, какие были свечи, все поставила. Вот, у меня гирлянда, я её растянула. Правда, сейчас здесь она немножко упала. Но всё равно. Нам повесить на место будет. Вот, время 22... Ой, 21-22, 21 градус с половиной нагрели. Но что-то вот на 21 встал. Термометр дальше не хочет. На одном видно обогреватель. Смотрите, сидим, смотрим сватов. У меня тут гирляндочка. Класс. Класс. Ну-ка. Так. Ну, Денис, я сижу, смотрю, кайфую. Свечечки у меня горят. Видите, свечки. Короче, кайфую. Прогрели. Ну, так 21 с половиной и остался. Видите, как я растянула её. Значит, тоже сможет соединить. Отсняла два видео. Про Ивана Фаберлик. Вот. Сейчас утеплилась. Сижу. Ну, уже всё, кровать постелили. Сейчас уже спали. Слушайте, только что узнала, что Валентин Гавт умер. Правда, новость 10 часов назад прошла. Я только узнала. Я люблю этого актёра. Он мне нравился. 85 лет. Ну, хорошо так пожил. Но он болел, конечно, в последнее время. Ну, так жалко. Вот уходит эпоха. Просто столько людей. Уже, понимаете, стали уходить. То есть, раньше я вот... Ну, уходили какие-то звёзды, которых там больше бабушка знала. Для меня они как-то вот были... Ну, даже и не знала. А сейчас уходит столько людей, которых я уже знаю. Так вообще грустно. Правда, Гавт прям как-то вообще... Ну, да, он болел. Он старенький уже, но всё равно. Вот так вот. Чё-то дёргается всё, Денис. Ой, у меня, короче, чё-то в плечо вступило вообще. Мы с ним ходили. Я здесь в шубе такая ходила, вроде ничего такого не делала. А потом вот здесь в одной точке. Вот прям болит. Причём поднимать вот так невольно. Вот так вольно делать. Как-то вот шевелить в какие-то моменты. То ли сухожилия, я потянула всё мне в сумке, когда из машины. Тащили то ли чего, не знаю. Вот. Короче, вот так вот. На снежок пошёл. Причём, знаете, самое, что интересно, мы здесь не поняли. Мы выбрали самый холодный день, который можно было поехать. Минус 10. С завтрашнего дня уже минус 4, минус 5. А мы так, чтобы основательно. Интернет здесь не подключали, поэтому я без интернета сижу. У меня вон книжка есть, телевизор. Короче, кайфую. Тоже надо отдыхать, да, перезагружаться. Чаёчек пью, завариваю себе. Причём чайниками, кипятим на электроплите. Потому что газ даже замёрз. Представляете? Первый раз такой, что мы приехали на дачу. Казалось бы, ещё не таких морозов. Но, видите, вот, видно, стабильно держался холодной погодой. Прям всё так. Уберзло. Ну, в доме сейчас только полы холодные. Так нормально. Ну, прогревали, считайте, вот мы с трёх часов. Да. Ну, мы приехали тут даже из моря, ну, так, знаете, какой-то лёд. Мы зашли, скользкий пол очень. А это вот такая, как наледь была. Вот. Вода, короче, краны открыли сейчас. Но вода пока не идёт. Я не знаю, о чём будем делать. Видимо, мы по весне будем восстанавливать всё это снабжение. У нас самое страшное, что у нас трубы водопроводные, все под обшивками. Вот это страшно. Был надеяться. Или очередной унитаз Денису подарил. У нас же в том году, помните, унитаз взорвался. Вот. И Денису дарили на день рождения унитаз. Денис говорит, я не хочу в этом году на день рождения унитаз. Я говорю, ну, что делать? Ой, это Турик. Вообще не понимаю, что происходит. Холодно. Но выходит на улицу, быстренько сбегает. Куська с мамой сегодня ездила в Нахабину бабушке с дедушкой. Тоже воздухом подышали, прогуляли с молодцами. Мы завтра заедем к друзьям. Надеюсь, может, так получится показать. Они свеченочкой купили. Кстати, у них собачка. Кто, может быть, смотрел наши влоги, помнит Ричик. Таксочка такая. Ну что, позже не увидишь. Жалко. Но они вот уже себе сколько, месяца два назад взяли другую собаку. Я не помню, какая-то, по-моему, гончая там называется. Если вот получится, покажу. Ну, сейчас сколько, месяца четыре, наверное, это будет. Поехали. Так что вот так вот. Ну, гирлянды я, наверное, домой заберу, мне просто получится в комнате повезть. Они же так мигают каждый раз по-разному. То мигают, то не мигают, то просто горят. И это не странно. Нет, конечно, если вот здесь остаться на неделю жить, нормально, дом протопится. Ну, то есть он уже потихоньку будет нагреваться, нагреваться, нагреваться. Это первый день надо. Я думаю, что на втором этаже включить обогреватель, тоже кому-то прогреется. Но у нас, понимаете, здесь же приемное количество электроэнергии дается. То есть, а мы же не ставим этот. Надо этот дизельный ставить, правильно, обогреватель? Ну, чтобы обогреваться. Или газа. У нас здесь газа нет. Вот. И, соответственно, короче, можно только два обогревателя одновременно. И то вот в лету включаю, и один обогреватель на плане включаю. Если чай не включать, то тоже надо отключать. Короче, хотя лето мы включали, по-моему, три обогревателя, но не на полный. А когда они вот так на полный кочегают. А у нас сейчас один стоит в ванне, но там прогревается, чтобы все таяло. Не в комнате. То есть наверху, ну, можно было бы в ванне выключить. Тогда наверху включить нормально. Вот. Так что вот так. В принципе, вот так день помочь погреться, потом нормально. Там даже в коридоре уже не так прям холодно. Ну, холодно, но не прям так, чтобы уже... А если несколько дней обогревать, топить, 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 вообще круто. Там доски старые. Короче, вот такие вот пироги. Конечно. Рассказала вам все. Ладно. А мне потом голову оторвут. Все. Короче, читать. Сейчас полезу их хочу. Ну, может, ты в интернете что-нибудь почитай, какие-нибудь статьи. Или он, Торик, все, решил залезть. Думал, ну, иди, иди, ты чего тебе кого-то не разрешают. Ложись. Мерзнет тоже. У нас он вообще, мы поняли, не приспособен. Побегал-то всего на улице минут 20-30. Лапы начал поджимать, а вдуме тоже холодно. И вот его пришлось класть. Прям весь это поджимают лапки. Ну, не приспособленная. Полностью домашняя избалованная собака. К теплу и уюту. И вот, к тушке холодной. Такой несчастный. Хотя уже только его сегодня здесь покормили. Он обычно утром и вечером ест. А сегодня утром ел. Мне ему днем давали еду. И вечером мы дали еду. И, ну, естественно, кусочничает еще. И это, смотрите. Лики, ну что, на самом деле, прикиньте. Влезло. Лики скидывают. Не жаль, нет. Лик позаимствовала. Он такой, эээ, обычно я у тебя отбираю вещи. Типа, куда ты иду. Ну, они тянут, и что? Это что? Ты чего? Сломался? Только там балка помешала вторую звезду в ковшике. Напишите, вы любите слотов? Я на них прям классно отдыхаю мозгами. Ну, вот просто-ка, надо расслабиться, настроение не поднимать. Какой-нибудь рождественский фильм вы найдете? Ой, а мы вчера... Хотела вам, кстати, рассказать. Мы вчера посмотрели с Денисом два фильма. Значит, первый фильм, о чем говорят... О чем хотят мужчины? Неплохой фильм, в принципе. Достаточно легкий, предсказуемый. Но, знаете, вот главная актриса там, кто главная героиня... Мне кажется, актрису вообще не тупо добрали. Она какая-то несуразная, она там не подходит под эту роль. Но такой, просто легкий фильм. А второй фильм? Денис, как второй? Исчезнувшая называлась? Денис. Денис, исчезнувшая второй фильм называлась? Исчезнувшая второй фильм называлась? Исчезнувшая. Какой год? Он давно, да, уже? Ну, это достаточно старый фильм, я несмотря в день, говорит, посмотри, ты офигеешь. Там так все завернуто, закручено. Это трейлер считается? Трейлер, да. Посмотрите, кто любит такие, знаете, когда вы не ожидаете еще поворота, все это. Короче, вообще. Он для меня... Мне бы хотелось больше динамичности в нем. Он такой какой-то, наверное, какой-то замедленный, что ли. Мне бы хотелось какой-то больше динамики в нем. Но посмотрите, рекомендую, кто не смотрел. Кто смотрел, напишите, как вам. Мне очень понравилось. То есть такой достойный. Как ты думаешь, какой вместе с вами? Ну, ладно. Ну, я нашел учебник астрономии за 10 класс. Там на обложке звездное небо. Так что он рассказал. Он смотрел на картинку и ковырял. Пока больше нечего посоветовать вам. Вот так. Ладненько. Все. Увидимся. Я думаю, этот, скорее всего, будет за два дня. За завтра еще сразу. Ну, что, надо как-то наверстывать. У нас только отставание идет. Надо наверстывать. Зай!